Итак, мы с вами попали уже к облгосадминистрации. Продолжаем съемку. Нагон! Нагон! Вот уже практически вся колонна с евро номерами попала к облгосадминистрации. Вы видите, что здесь сейчас. Не будем никому мешать. Ребята паркуются, девушки паркуются. Вы видите, сколько людей, сколько машин. Встанем поудобнее, чтобы было лучше видно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Машины все заезжают и заезжают Кто-то уже ездит по тротуарам Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Данный автомобиль, нас услышали власти, и услышавши, что есть проблема власти, сделали высокую арсомашку для украинцев. Вот мой, нефицированно правая рука. Да, это все украинские акции на совмещении, она проходит на всех областях Украины, мы хотели показать, что в Украине есть такая проблема, как евро-намер, есть такая проблема, как замерная европейская регистрация, и чтобы нас, чиновники, услышали и увидели, что она есть проблема, и сделали так, чтобы была возможность нам, обычным людям, постановить этот автомобиль. Они есть доступные, на следующий день, автомобиль не есть роскоши. Автомобиль это, ну, как, это куточки, или там, куфли. Это то, что следует, следует перед движением. И мы, так как и европейцы, имеем право приобрести автомобиль, доступный его роскошный, и ездить в нем, и у нас здесь, обеспечивать свою семью, и зарабатывать деньги. Сколько машин участвовал, когда можно проехать? В Коппершот. В Коппершот. Да, не только СССР, это, как бы, Одесская область, Куберновая, и у некоторых есть в прожилке приехали, и там посадились. Хорошо. Все? Париждаем. Сударки с нами? Ну, Слава расскажет, но более детально по открытым письмам. Хорошо. Да, приехали с открытым письмом, посадал, в Украине. Да, конечно. Так, нам слева, да, кстати, справа? Да, да. А мы и так слева. Можете чуть-чуть сюда? Готовы? Сань, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Вячеслав, я играю с активистом авторитета силы, и не только в организации, и я пытаюсь сделать так, чтобы приблизить тот момент, когда народ Украины станет более свободным, потому что нас загоняют в рамки, нас загоняют в ограничения, что не соответствует нашей ассоциации с Европой. Сейчас при безвизии открылись границы, мы туда ездим, мы видим, что происходит, и нам непонятно, почему в нашей родной стране народ загоняют в рамки, когда это не делается в европейских странах. Нас пытаются постоянно заставить что-то не делать, вместо того, чтобы помочь нам что-то сделать. государство ставит ограничения, и возникают вот такие проблемы, как сейчас с евро-нумерами, потому что их реально много, они бесконтрольные, машины должны быть все на Украине. Но наши власти пытаются ограничениями добить, запретить, уничтожить, вместо того, чтобы создать условия для того, чтобы мы все легализовались, и чтобы в дальнейшем люди при минимальной зарплате могли получить адекватные транспортные средства. У нас нет ни нормального общественного транспорта. На сегодняшний день, если мы остаемся без колес, мы остаемся за гранью той жизни, которая идет, которая очень интенсивна. Мы не успеваем, мы не успеваем зарабатывать деньги, не успеваем кормить свои семьи. Поэтому отбирать у нас это право, эту возможность, я считаю, очень трудно. Мы хотим, чтобы обратили внимание на то, что это все увеличивается и растет геометрическая прогрессия. Если это продолжается, значит, людям это надо. А так как люди являются основой этого государства, а не власти, которая там, то нужно делать так, чтобы было хорошо, в первую очередь, народу. Мы бы не делали этого, если бы это не было крайней необходимостью. Мы не преступники. Мы не идем сознательно на какие-то преступления. Мы даем власти понять то, что, обратите внимание, что эта проблема существует. Если сейчас будут введены какие-то меры принуждения к тому, чтобы мы продали, сдали, уничтожили эти машины, у нас остановятся многие отрасли, даже хозяйства. Потому что не секрет, что у нас больше половины таксистов ездят на этих номерах. Завтра произойдет коллапс. Им нужно дать возможность получить лицензию, а лицензию на этих номерах они не могут получить. Нет лицензии, нет возможности легально работать, нет возможности кормить свою семью. Государство сознательно делает то, что мы должны приходить ему за субсидиями. И какими-то социальными помощями. И не дает нам возможность заработать самим себе на клетке. Ведь транспорт – это не просто транспорт, на котором я езжу. Его нужно ремонтировать. Мы поднимем пошлины на запчасти. Не поднимем, а будут платиться пошлины на запчасти. Будут идти отчисления в бюджет. Мы их ремонтируем, даем возможность создавать СТО и то же самое создавать рабочие места. Меньше рук, которые придут протянутыми руками к государству. Эти машины будут оформляться, переоформляться. Это доходы нотариусов, доходы сервисных центров. И, в конце концов, это безопасность. Потому что эти машины все числятся за украинцами. Эти машины можно будет отслеживать, контролировать. И не будет таких проблем на дорогах, как они создаются сейчас. Эта проблема не закроется просто так. Ее невозможно взять и запретить. Потому что взять и запретить людям... А это миллионы семей, не людей, а миллионы семей, которые затронут эту проблему. Это будет социальный взрыв, который в условиях агрессии со стороны Российской Федерации вообще катастроф. Поэтому я не понимаю власти. Они откладывают это в долгий ящик, а проблема нарастает. Еще год назад нас было очень мало. Мы собирались на 5-10 машин. Сейчас это 300. И было еще куча желающих. Просто мы сомневались, что мы даже в выходной день сможем провести такую колонну по городу. Чтобы не создавать жителям города серьезных препятствий и проблем, мы решили сделать такую маленькую... Большую, маленькую, это уже для кого как. Маленькую колонну для того, чтобы, по крайней мере, нас увидели. Наши оппоненты говорят о том, что в выходной день никто не придет. Нам не надо, чтобы приходили. Я уверен, что нас видят и губернатор, и президент. Мы сделали это во всех населенных пунктах, где есть наши организации, не только автоевросилы, а есть другие организации, которые с нами участвуют, которые понимают, что эту проблему нужно решить. И я думаю, что если и дальше эта проблема будет игнорироваться, то мы будем вынуждены прибегать к более радикальным мерам для того, чтобы заставить власти идти навстречу. Они говорят о том, что мы ничего не предлагаем, но мы предлагаем. Любые наши действия, они отметаются. Они нам говорят, что у нас есть законопроект, мы их слушаем уже полгода, но мы не видели даже его чернового варианта. Мы не говорим о том, что дайте нам за 2 копейки растаможенство. Просто уберите вот эти вот непонятные ограничения по евро нормам. Их нигде в мире нет. Я приезжаю в Болгарию, я беру любую машину, даже 95-го года выпуска, из Италии или из Германии, где бы там ни было. Я привожу ее, я имею возможность ее растаможить. Наш Макола-Запорожец поехал туда, на Запорожье, в Польшу, он без проблем растаможился и встал на польские номера. Почему у нас должны быть такие ограничения? Почему наши соседи... У нас получается железный занавес. У соседей при зарплате в 1000 евро машина стоит полторы, у нас при зарплате в 150 евро машина стоит 15000. То есть это, по сути, власть построила железный занавес. Мы только выезжаем с Ягодина, мы попадаем в другой мир. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вы сегодня отправите письмо, верно? Да, мы составили письмо, где мы указали, что проблема действительно есть. Потому что у меня возник, у нас возникли сомнения, что власти адекватно оценивают обстановку, потому что, возможно, у них нет информации реальной. И они пользуются какими-то слухами, публикациями в СМИ, какими-то комментариями в соцсетях и так далее. Мы решили предоставить им наше видение, видение большинства людей, которые используют транспортные средства, написать, что мы считаем нужным сделать для того, чтобы эта проблема исчезла. И на самом деле это всего лишь четыре пункта. Это, ну, практически ничего. Для власти ничего не стоит сейчас убрать эти евро-нормы и дать возможность нам распоможиться. И мы принесем по самым скромным подсчетам, половина не сможет распоможиться по какой-то причине. Не захочет, будет еще какая-то там, не стоит машина на учете, еще просрочено, еще что-то. Но даже если это будет половина, то это принесет около 25 миллиардов гривен в бюджет. Они говорят о том, что у нас нет денег для того, чтобы мы кого-то финансировали. Сверхприбыль таможни уходит на дороге, но у нас ее не хватает. Вот вам сверхприбыль таможни. 25 миллиардов гривен, при том, что в прошлом году они вложили не больше 15 в дороге. Это в два раза больше, чем нужно. Берите, мы вам их даем, только возьмите. Вот это мы хотим донести до власти. Ведь иначе не получится. Либо мы будем так продолжать ездить, и не сможете вы запретить такое большое количество машин. Либо возьмите деньги, дайте возможность легализоваться, чтобы нас не считали преступниками и людьми, которые не хотят платить. Мы готовы платить. Уберите ограничения. Закон 3251, который подписан Порошенко, в принципе он нормальный. Там даже уменьшены в 30 раз нормы. Но он для нас недоступен, потому что у нас оказываются слишком плохие машины. А миллионная армия машин, которые до 1990 года выпуска, которые не ездят, которые чадят, которые разрушают атмосферу и все остальное, они бы с радостью их поменяли. Но они не могут, потому что существует евронорма и взять более новые машины невозможно. Либо государство должно дать сверх зарплаты, чтобы брать сверх платежи. Либо тогда убираем ограничения и мы завозим машины даже с теми платежами, которые имеются. Спасибо большое. Ребята, я еще хотел бы прокомментировать. Остановитесь сейчас. Давайте поднимем секундочку. Меняем место. По поводу того, что... Слежал? Слежал? Слежал. 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 Если есть, вызовы в шоу? Да. Вы получили одну конкурсу. Виталик, Саши. Да. Сань. Да. Пожалуйста, представьтесь. Степанов Олег Леонидович. Я участник организации Авко Евросоюз. Прокомментировать то, что ты об этом делаешь? Я хотел бы прокомментировать то, что заблаговременно мы предупреждали все нужные органы местной власти, нацполиции, главного управления полиции, о том, что будет проводиться наша мирная акция с вооружением своего протеста. Просили у полиции помочь сопроводить автоколону через весь город, чтобы не создавать каких-то ситуаций на дороге нехороших. Но в конечном итоге, по итогу, нам сказали, что да, все хорошо будет. По итогу, конечно, нам полиция почему-то непонятна по каким-то приказом, как сказали сотрудники полиции, велели отказать им в сопровождении данной автоколонны, в связи с чем по городу были некоторые затруднения для транспорта, для общественного транспорта. Мы это все прекрасно понимаем. И тот негатив людей, которые сейчас мы, получается, каким-то образом вызвали, мы хотели перед нашими одесситами и гостями города немножко извиниться, принести свои извинения. создание данной проблемы, но по большой части, по сути, в принципе, создали проблему не мы, создали проблему те люди, которые отдали тот приказ, чтобы не сопровождать нашу автоколонну. В дальнейшем хотелось бы, конечно, чтобы и нас, полиция, и областные органы как-то участвовали, шли на встречу активистам с такими мирными акциями, как-то поддерживали нас и не создавали для общих массу проблем. Ребята, пожалуйста, сейчас расходимся по машинам, садимся, минуту-две будим. Пожалуйста, сядьте по машинам, будим минуту-две. Сядьте по машинам, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так сегодня в Одессе прошла акция машин на евро номерах хозяев Прошла колонна по всему городу, вы могли видеть из наших видео Вот такое у нее сегодня окончание Открытое письмо будет передано на губернатору Для того, чтобы каким-то образом дальше выносить все это на уровень Киева и руководства страны Спасибо за просмотры Подписывайтесь на наш канал Комментируйте Я думаю, что у этих видео будет очень много комментариев, как положительных, так и отрицательных Тут у каждого своя точка зрения Каждый имеет на нее право Самое главное, хочется, чтобы в конечном итоге все эти действия заканчивались мирными, если и протестами И самое главное, чтобы все это для наших людей, для нашей страны закончилось положительным результатом Всем мира и добра Подписывайтесь на канал До скорых встреч